Всем привет с Невских берегов и сегодня мы продолжаем работу над бригом Меркурий и и хочется поговорить про ватервейс. Ватервейс я не нашел в наборе, но меня выручил Леша Викулаев, я был у него в гостях на новогодних праздниках и смог раздобыть вот такой ватервейс, который он мне подарил. Огромное ему спасибо, сегодня мы будем его примерять и пробовать установить на нашу модель. Ватервейс в наборе я найти не смог, там есть два похожих элемента, но у меня есть большие сомнения, что это он. И у меня были мысли первоначально делать его самому, но Леша пришел на помощь и я несказанно этому рад. Так, друзья, ну вот у нас остается, тут уже кусочками мы догоним из пластины, а в целом он довольно хорошо у нас подходит. Так, ну поехали, зачищаем перемычки в тех местах, где у нас есть. Толщина ватервейса у нас идет, давайте я покажу, она идет неравномерно от большего в носовой части к меньшему узкому самому в конце. Так, друзья, ну и наносим национный крылат, я думаю, будем его фиксировать, потому что это будет наиболее простой вариант. Первый элемент у нас готов, двигаемся дальше. Чем ближе к корме, тем полоска ватервейса становится тоньше и сложнее наносить клей. Четвертый, но не последний элемент. Нам нужно чуть-чуть укоротить. Вот, друзья, у нас получился он с одной стороны. Здесь в конце сейчас еще из оставшихся кусочков после того, как вторую сторону сделаем, догоним его. Делаем вторую сторону. Ну, вот, друзья, у нас вторая сторона подготовлена. Теперь делаем конечную часть. Чтобы легче было резать шпон, мы его намочили. Друзья, ну, вот мы сделали полностью и заднюю часть ватервейса. Кусочки стройматериала нужно убрать. Так вот он у нас сейчас выглядит. Так, ну, давайте продолжим работу с нашими носовыми элементами. За это время уже, как вы можете видеть, несколько изменений у нас по корпусу произошло. Я зачернил отверстия, где у нас будут находиться острые решетки. В целом, ничего сложного там нет. Мы просто красим, поэтому этот момент я фиксировать на видео не стал. Моя коробочка, в которую я складываю всю мелочевку, предлагаю здесь сейчас найти наши элементы носовые. Так, друзья, ну, мы сейчас будем устанавливать элементы. На носовую нашу часть. И здесь у меня просто потертостью от того, что я пробовал надевать Меркурия. Как-то вот так вот он будет у нас смотреться. На самом деле, что я хочу отметить. Я очень долго крутил инструкцию в руках и пытался подобрать положение носовых элементов таким образом, чтобы совпало с рисунком. И рисунок у нас в инструкции представлен в виде 3D-модели. К сожалению, подобрать элементы таким образом, как похоже на там, чтобы все обводы были выполнены прям подчетко, ну, нереально, они просто так не ложатся. Ну, например, вот этот элемент у нас будет примерно вот так выглядеть. Здесь нужно... Он, грубо говоря, под углом. Установить его будет довольно несложно, потому что центрировать и позиционировать его я планирую по кницам, по углублению в кницах, которые есть уже вырезанные лазером. Со всеми остальными элементами дела обстоят не так просто. В частности, тут нужно будет подгонять. Это раз. И, во-вторых, кницы у нас выступают. Их сейчас нужно будет зачистить. Следующий момент, который доставляет веселье, это то, что вот эти вот элементы, они длиннее. Они длиннее, чем нужны, и часть будет упираться в Меркурий. Соответственно, их нужно будет подрезать потом. Ну, наверное, потом, не знаю. Если окажется это очень сложным, вы сможете это сделать заранее уже на данном этапе. Ну, что ж, я предлагаю начать. У этого элемента у нас получается четыре точки соприкосновения, три на кницах и одна в конце. Одну сторону сделали. И она смотрится у нас пока вот так, друзья. Теперь делаем вторую. Так, друзья, ну, вторая сторона у нас тоже установилась. Вот она. Вот так вот это выглядит. Не очень удобно. В установленном виде. Теперь нам необходимо чуть-чуть зачистить носовую часть. Зачистить носовую часть вот в этих местах, где кницы у нас выступают, совсем чуть-чуть, чтобы обеспечить плотное прилегание. Ну, вот в моем случае только по центральной кницы возник вопрос и немножко по передней, самой первой. Это с одной стороны, ну, и с другой практически то же самое. Так, друзья, ну, оставляем вот в таком положении сохнуть. В общем, смотрите, у меня во время установки деталь длинная отошла и получилось так, что в этой части она накладывается на эту деталь. Вот так вот. А примерно вот в этом месте она уходит вниз нее и примыкает к килю. Ну, надеюсь, я смог объяснить. То есть, их не нужно соединять заранее. Это точно. Их можно клеить по отдельности и уже подгонять на носовой части. Ну, это абсолютно неочевидный был. момент. Так, друзья, это тихий ужас, конечно, с этим элементом. Я пока снял хромированные детали, потому что в процессе они все-таки могли повредиться, они и повредились. Их нужно будет заново зачистить и зачернить. Что здесь? Здесь геометрия вроде бы соблюдена. Соответственно, длинные я опустил по низу. То есть, сначала клеится элемент с волнами, потом снизу у него клеится элемент длинный. Сходятся они в носовой части. Их нужно будет вот здесь вот обрезать как раз таки. и после этого уже наклеить латунь. Перед этим все, конечно же, нужно будет покрасить. Вот в таком состоянии я пока все это закрепил. Посмотрим, что будет. Так, ребята, продолжаем. И вот что у нас из элементов на данный момент. Регель, который я изначально пытался приклеить вот в это место. А оказывается, устанавливать было рано. И обнаружил я это вовремя, пока еще не успел закончить с этой частью. Началось все с того, что очень сложно уставляются элементы. И я снял латунную часть, чтобы ее еще раз зачернить, потому что немножко клей попал и так далее. Я планировал закрасить полностью нос еще раз. И уже аккуратно начисто поставить все элементы. И тут я обратил внимание на клюзы. Оказывается же, друзья, мы совсем забыли про клюзы, которые необходимо сначала расточить, при этом надо делать это аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю часть фальшборда. И далее установить подушки клюзов, то есть примерить сами клюзы. Под клюзы установить подушки, причем они встают с доработкой. Причем они встают с доработкой, их надо будет подтачивать и уменьшать прилично. На бархоуте у нас уже идут другой регель. и если мы оставим этот регель, он не даст нам вставить клюзы. Ну, соответственно, красить все это нужно, опять же, без клюзов, потому что не хочется их закрашивать. Подушку придется сначала подогнать, потом покрасить отдельно, потом покрасить нос, установить. В общем, тут процесс один за другим цепляется, элементы, и оказалось, ну, в целом я не ожидал чего-то легкого от носовой части. Поехали. Продолжаем работать с носовой частью и сейчас я рассверлюсь под клюзы, установлю их, люверсы, и подушку клюзов подделаем. Сами люверсы у нас вот здесь 5-миллиметровые и чтобы они встали, нужно сначала проделать отверстие нормальное. Шпон на внутренней стороне очень тонкий и сначала изнутри прошелся, теперь попробую идти снаружи. Попробуем. Я продеваю пинцет, он сам разжимает и удобно очень вставлять. люверсы у нас находятся вот в этом отсеке. Они есть двух видов здесь. Нам нужны вот 5-миллиметровые. Есть 4 штучки, две с одной стороны и две с другой. Выглядеть это, друзья, будет примерно вот так вот в установленном виде. Теперь нам уже с установленными клюзами необходимо подогнать подушку. Давайте стачивать. подушки клюзов выглядят вот таким образом. Они находятся на пластине М3. И там, где у нас нанесена малка, нужно будет сточить корпус. Начнем с загругления, а после уже заузим. в таком виде у нас она зачищенная. теперь примеряем. глянки 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 так, одну деталь я уже подготовил и хочу показать разницу, насколько сильно нужно стачивать. Наверное, вот так вот будет более понятно. то есть основная проблема в том, что здесь перемычка между люверсами очень большая, ее необходимо уменьшить и даже вот эта она и то толстовата, я ее на внутренней части, которая будет примыкать к борту за узел. То есть здесь у меня шире, а здесь у меня уже получилось. Вот в этом уже, а здесь шире. Так, делаем вторую. Друзья, ну вот в таком положении у нас все будет потом, когда зачернится. Примерно вот так вот это выглядит. так, ну мы закончили окрас, можно посмотреть, как у нас получилось все это. Примерно вот в таком состоянии мы находимся и сейчас мы будем уже устанавливать элементы. Ну что ж, поехали. Элементы у меня пока зафиксированы в таком состоянии. сейчас будем их раскрывать и смотреть. Этот регель можно было несколькими способами инсталлировать. Я выбрал следующий. можно было пробовать установить их сначала на бархоут, после этого пробовать поймать расстояние по ширине. Можно было установить вот так. Мне показался этот вариант проще, поэтому я и как раз решил его применить и уже подгонять в собранном виде по корпусу. Ну и вторая аналогична у нас. так, друзья, ну пока оставляем вот в таком положении и приступаем ко второй стороне. Так, друзья, ну мы установили декор. его сейчас не очень хорошо видно за всеми прищепками, но мы в таком состоянии оставляем его сохнуть и когда высохнет, я расскажу про моменты, где какие тонкости у меня были. В целом, все прошло довольно легко после того, как мы покрасили. Просто приклеили и в целом все. ну следующим этапом сделаем на саму фигуру уже и на этом наверное пока закончим. Все на сегодня. до сих пор. до сих пор. Субтитры сделал DimaTorzok